Здравствуйте, уважаемые коллеги и участники конференции. Меня зовут Амрута Патангар. Я студентка 46-й группы 4-го курса по программе English Media. Тема моего доклада – Особенности лечения ковида в Индии. Что такое коронавирус? Семейство вирусов, поражающих дикотельные пути, вызывает заболевание от простуды до пневмонии, обычно обитает среди летучих мишей и других диких животных, передается человеку напрямую или через других животных, также может передаваться от человека к человеку через дикотельные пути. Здесь вы можете увидеть некоторые основные симптомы вируса коронавируса. Отдышка, высокая температура, ревота, пневмония, кашель и пануз. Тем COVID-19 отличается от гриппа. Вирусы гриппа могут вызывать легкое или тяжелое заболевание, включая общие признаки и иметь те же симптомы, что и COVID-19. COVID-19 вызывает у некоторых людей более серьезные заболевания. Другие признаки и симптомы COVID-19 отличные от гриппа. Могут включать изменения или потерю взкуса или запаха. У человека с COVID-19 могут появиться симптомы от 2 до 14 дней или они могут вообще не проявлять симптомы. У человека, заболевшего гриппом, симптомы обычно проявляются через 1-4 дня после заражения. Клиническая картина COVID-19. Без симптомная инфекция. Отсутствие клинических признаков и симптомов заболевания и нормального рентгенского снимка грудной клетки или компьютерной томографии связаны с положительным результатом теста на асимптоматическую инфекцию SARS-CoV-2. Легкая инфекция. Симптомы верхних дыхательных путей, так же как лихорадка, усталость, мяглия, кашель, боли в горле, насмарк и чекание. Йогочные клинические обследования в норме. В некоторых случаях может отсутствовать температура, а в других могут наблюдаться желудочные и сочетные симптомы, такие как ташната, ревота, боли в животе и диаре. Умеренная инфекция. Клинические признаки, пневмония, постоянная лихорадка, в начале сухой кашель, который становится продуктивным, может сопровождаться с гриппами при аспектации волюбки, но не вызывает респираторного дистресса. У некоторых людей симптомы или клинические признаки могут отсутствовать, но компьютерная томография грудной клетки выявляет типичные поражения лихорадки. Кяжелая инфекция. Начальные респираторные симптомы могут быть связаны с желудочно-кишечными симптомами, такими как диаре. Клиническое улучшение обычно происходит через неделю с развитием отдышки и гипоксинами. Сатурация крови кислородом меньше 94%. Клиническая инфекция. У пациентов может быстро развиться острый респираторный биспресс синдром или респираторная недостаточность. Может возникнуть шок, сердечная недостаточность, коагулопатия, острое повреждение почек и полиогранная дисфункция. Лечение COVID в домашних условиях. Большинство людей, около 80%, имеют бессимптомную или легкую инфекцию, которую можно лечить с дома. В этом случае вы должны самоизолироваться, по крайней мере, на одну неделю, пока не поправитесь. Если вы испытываете лекарство, теряете обуняние или вскос, или испытываете непрерывный кашель, вы должны немедленно самоизолироваться. Пациенты могут принимать парацетамол или ibuprofen при самолечении симптомов COVID-19, таких как лихорадка и главная боль. Некоторые лекарства и методы лечения, которые вы можете использовать для лечения простуды или гриппа, также помогут при симптомах коронавируса. Лекарства от кашля могут помочь уменьшить кашель. Если вы чувствуете, что есть чрезвычайная ситуация, и вам нужна скорая помощь, можете обратиться в больницу для поступления в отделение COVID-19. Лечение COVID-19 в больнице Многие врачи просят пациентов ходить в течение 6 минут и наблюдать пульсоксиметры, вместо того, чтобы ждать отчета компьютерной томографии. Если уровень падает ниже 94, им рекомендуется госпитализация. Если у вас случай тяжелый, медицинский персонал проверит в наличии признаков. Они могут проверить уровень кислорода в крови с помощью зажимного пальцевого монитора. Это пульсоксиметра. Послушать ваши любви, дать вам направление на тест на COVID-19, сделать вам рентген грудной клетки или компьютерную гомографию. После госпитализации они помешают пациентов на кислородную поддержку и лечат их от лихорадки и пневмонии. В очень серьезных случаях врачи подключат вас к аппарату, который помогает при дыхании, называемому аппаратом искусственной вентиляции легких. Пациент может получать жидкость через трубку или капельницу в руке против обезвоживания. Врачи также будут внимательно сделять за его дыханием. Врачи могут дать вам противоверочное лекарство под названием Remdesivir Biclurif, поскольку это был первый препарат, который показал улучшение у пациентов с COVID-19 в официальных клинических испытаниях. Remdesivir был создан для борьбы с эболой. Врач также может дать вам лекарство, чтобы разжижить кровь и против тромбов. Remdesivir и Favipiravir назначаются только в течение 72 часов после появления первых симптомов. Асиривимов и имдевимов можно назначать пациентам высокого риска, у которых недавно была диагностирована болезнь легкой и средней степени тяжести, чтобы снизить уровень вируса в их организме и снизить риск госпитализации. ФД также разрешает клинические испытания и использование в больницах плазмы крови людей, выздоровевших от COVID-19, чтобы помочь пациентам с тяжелыми и опасными для жизни случаями. Это называется выздоровевающей плазмой. Данные клинических испытаний показывают, что реконволюцентная плазма может уменьшить тяжесть или сократить продолжительность COVID-19. Индия также использует гидроксиклорокин, противомаляринный препарат, для лечения пациентов с COVID. Индийские врачи успешно используют метилпреднизолон в лечении умеренных и тяжелых случаев заболевания. Пегилированный интерферон альфа-2b – это режим однократной дозы. Пациенты, получавшие пегилированный интерферон альфа-2b во время исследования, также показали меньшую потребность в дополнительном кислороде, что ясно указывало на то, что он был способен контролировать респираторный дистресс. Роль аюрведы в пандемии COVID-19 Аюрведа – традиционная система медицины, возникла в Индии более тысячи лет назад. Термин аюрведа происходит от санскритских слов «айур» – это жизни и веда, наука или знания. В аюрведе существует несколько вариантов лечения для повышения иммунитета против респираторных заболеваний. К ним относятся определения иммуномодуляторий, известные как расайна. В Индии было предпринято несколько инициатив по использованию огромного потенциала аюрведы в этой пандемии. Даже премьер-министр Индии в своем обращении к нации также упомянул об использовании аюрведических препаратов для повышения иммунитета против COVID-19. Традиционные практики могут быть полезными улучшению психологического качества жизни, снижению риска заражения и укреплению иммунитета. Увеличение числа исследований лекарства и накопление опыта врачей за последние 10 месяцев уменьшили их первоначальную зависимость от противовирусных препаратов, плазмотерапии и лекарств для лечения пациентов с COVID-19. Если у вас нет серьезных симптомов, вы скоро всего можете лечить их дома. Аюрведические лекарства используются для повышения иммунитета против COVID-19 в индийских семьях. Комбинация противовирусных препаратов с гидроксиклорокином и азитромицином может быть лучшим вариантом лечения пациентов. Асиривимов и имдемимов можно назначать пациентам высокого риска с легкой и умеренной болезнью. Можно использовать метилпреднизолон при лечении умеренных и тяжелых случаев заболевания. Нет никакой необходимости паниковать и правильная профилактика и лечение необходимы для борьбы с этой болезнью. Это моя библиография. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.